Да, в общем, это мой велосипед. Я купил в 2006 году, и поначалу, когда я купил, он двигал таким хрумким, боялся в него садиться. Но потом, конечно, это прошло, я его и прыгал на нем, и кидал в ногу других велосипедов, и все. Вот когда покупаешь велосипед, нужно запомнить очень мало правил, то, что когда покупаешь машину. Прежде всего, шлем и красный мечет. То есть шлем, это вообще обязательно, как и ремень машины. Если вы испортите прическу, то сочувствую, ну, исключение. Вот, интересная вещь, что на самом деле тротуару кататься нельзя, только в проезжей части, как написано в правилах. Так что, если видите велосипедный тротуар, можете дать ему хожу. Петербург – велосипедный город, и у байкера много выбора, куда поехать. На выходных, например, много маршрутов ходового дня. Это Кореевский перешейк, Сосноболь, там 70 кедров по точкам, красивые виды, на боксу залив. Вот, есть мероприятия. Но я, когда купил велосипед, я населился не въезд, а интермикс. Их занят примерно каждый в Петербурге. По пятницу вечер, приезжаешь на Дворцово, а там море велосипедистов. Несколько роверов, все катаются, шумлят, прыгают, чинят байки. В пятницу вечер, приводим настроение. Супеница в том, что в ближайшие 6 часов вы едете в окружении сотен других велосипедистов. Это отлично для новичка, потому что если вы сломаетесь, остановитесь, прямо с вами остановятся еще несколько велосипедистов, спросят, чем помочь. То есть такой мастер-класс и абсолютно безопасно, смотря на ночь. Колонна постоянно большая, и как ее управлять, это довольно сложно. То есть есть три основных правила, держаться правее, как вы видите, работает. Не обгоняйте идущего, и ставите, как раз, все светофоры. Вот если светофора нет, то специальные помощники идущего помогают останавливать машину, чтобы никого не задавить. Вот это, конечно, тоже странно. То есть представьте, час ночи, колонна пересекает проспект, и вы стоите, помогаете ведущему, остановите машину. Вы смотрите на машину, водители смотрят на вас, а как бы 10 минут и мосты не разведены, и что делать, непонятно, а колонна еще километр. Колонна сверху немного похожа на комету. Вначале такое массивное ядро, в котором хаос, все достремятся, все мешают ведущему. Потом пуча байкеров в теле комет, которые абсолютно не знают, где мы едем, не получают удовольствие. Их длинный-длинный хвост, и кто не знает, где пенлик заканчивается. Пенликс обитает в ВКонтакте. Там примерно все, у нас на маршрутах обсуждения, галерея. Разгон публикует статистику, из которой можно узнать, например, что в прошлом году средний маршрут, 63 километра, на старте 150 человек, где-то, что там участвует, нужно, поэтому залогиниться в ВКонтакте, у меня логина нет. Ведущие кенликса большие оригиналы. Они еще, по примеру, проводят госпит очень странным местам, типа вот такого, через два колодца, ищут самый красивый вид на город, и самый полезный перелаз тяжелезнодорожных петин. Да, это из традиционных маршрутов. В начале августа, на день рождения пенликса, мы ездим в Пулково. Вот, а Пулково можно прямо по Московскому проспекту, можно как мы любим, через дворы и через рейсы. Вот, пенликс вам вообще помогает узнать, сколько. У пенликса я за 6 лет построил, говоря, карту города, как архиплак станции метро, а с велосипедом узнал, наконец, как город не любит. Наконец, пенликс проходит ночью, то есть в 6 часов катаетесь, смотрится на Пестербург, скажет, да, пусть. Ну, летом немного меньше. И ночью, ночью, ночью раньше в Пестербурге еще были наводнения. Это очень круто, каидишь, а вдруг на дороге вода не проехать. На пенликсе можно много чего попробовать. Например, как-то едем на север колонны, заезжаем в Шуваловский парк, а это конец января, минус 5, все дорожки поперези в дом, и перед домом нужно перевести байк, спускаешься с велосипеда и падаешь, потому что на резине есть шипе, а на ботинках нет. Ну, приупреждаешь, ешь дальше, а там в озере уже разобили провод, потому что конец января в Крещевске купальне. То есть воздух минус, вода плюс 4, но когда ныряешь, понимаешь, что в этих впечатлениях есть какой-то подвох. Ну, там костюм, сосиски, смешные фотографии, хоп, хоп. Зимой приезжает человек 10-20, и это куроцирует разный эксперимент. Как-то мы покатались пару часов, все замерзли, поехали к предыдущему пить чай. Летом идеи немного другие. Так как однажды вся полутысячная колонна приехала к окнам больницы, где лежала девочка, которая самолоннула пару недель назад. Ну, покричали, потом удивлялись, что вообще к тебе, что к тебе. Замерный маршрут в пените тоже очень прикольно. Не нужно там готовиться за неделю, там планировать выходные. Просто приехал с общей колонной, к рассвету уже у моря, можно там найти какой-то заброшенный мангал, сделать мясо, посеять с друзьями, я насмотрю. Вот и друзья, это очень крутая тема пенликса, что вы, по сути, познакомитесь на пенликсе и встречаетесь после этого каждый пятница. То есть это залог из гребки дурок. Я уже не покатаю лет пять, наверное, но с друзьями с пенликс до сих пор переписываемся и иногда ездим в путешествия. Ну, иногда связь бывает теснее. То есть, в общем-то, мало и весело в том, что все, с кем мы 5-7 лет назад познакомились, переженились, завели детей, взяли ипотеку. Так что, если вы хотите найти друзей или пару, то вы знаете, что делать. И если вы подумали, что снова хочу досъездить, то у меня для вас два слова. Во-первых, как пока, а во-вторых, не получится. Потому что пенликс очень не переживается за пределами Петербурга. Ну, в Москве понятно, что я же у меня все ингредиенты, и выезжать на велосипеде ее как-то не хочется. Вот, Night Bike Ride, это московские ночные, но они почему-то ездят в санкзале, а не в машинах. Ну, и местная специфика предлагает какие-то выявления транспорта. Я подумал, что в Москве здорово будет ездить по ночам на самокатах, потому что не нужно и толкаться с машинами, и вообще самокат очень крутой транспорта. Вот, и сообщество Лейхскинг есть, которые как раз это проверяют, как и ночью ездят. Ну, до обзора, все это было, как каждый день ездят. На самом деле, когда мы разговаривали с Ильей, он рассказывал про пенликс, это просто какой-то отдельный организм, и почему ты не рассказал о том, как там свергали плавных, оставались какие-то аборигены. Расскажи немного про это, очень круто. Ну, Лейхскинг – это реально большая тема. Ему уже 12 лет, и там все происходило, что может происходить. То есть, как большое сообщество, понятно, что внутри постоянно какие-то дрязги, что люди ссорятся. То есть, изначально он был на форуме, потом там часть людей с другими перессорят, открыл второй форум, потом второй форум, они не лугался, вернулись. Потом, из-за первого форума, у меня закончились деньги, он все вешал рекламу, все завязали ВКонтакт. А ВКонтакт с ними всякие слаги, то есть, я, например, сейчас не могу быть сегодняшним комитетом, потому что у меня нет ВКонтакт с ними. Вот, то есть, сообщество постоянно перетекает в разные места, и, в общем, да, внутри сообщества тоже происходит разные вещи. Сумант, вопрос. Медор из философии? Зонт мне как-то не пригодится. Это поэтому ИСИ, Нет, на самом деле, я, конечно, там запрещен. По-русски не к ней он помнит свои несколько человек. Но я туда и не сходил, он уже, наверное, на шифре. Я истинный. Спасибо. Как много людей насчитывается? Вконтакте сейчас зарегистрировано 16,5 тысяч человек. Катает реально летом порядка 400-500 человек уезжает, зимой 10 до 40. Будет так, что, понятно, в течение многих лет меняется. Если я сейчас приеду на ролик, то я найду, там, может, человек 5-10 займу. Илья, какой типичный панкред, человек, который выезжает с детьми? Ну, я не знаю, там мужчина, там, все века, он не знает. Ну, поначалу там был перекос в сторону мальчиков, но сейчас, оказывается, компания вырвалась. Но это, в большей части, благые люди, ну, как правило, уже лет 20, так сказать. Ну, встречаемся и порадают летят. То есть особого портрета нет. Для тех, кто покупает велосипед, рано или поздно, как в своей пустыбурге напились. Потому что это самая, наверное, доступная покатушка. Их не нужно готовиться, не нужно там учиться менять резину на велосипеде. Ты просто приезжаешь, как бы, и, знаешь, все происходит со мной. Ну, а вот по поводу менять резину, готовиться, а зимой разве не нужно как-то особенно приготавливаться к этому мероприятию? Так же, как машину готовишь. Меняешь колеса на шипотные, надеваешь теплую бутылку и это. Ну, то есть все-таки подготовка не нужна. Ну, резины не есть, это не так, как машины просто. Обычные велосипедисты просто. Нет, приезжают и обычные, то есть вот я упоминал девочку, которая лежала в больнице, она поскользовалась на большой почве просто из-за того, что не успел поменять резины к заморозке. Вот, то есть вообще ездят в малой средине. То есть в Питере ездят? Прямо вот? Ну, там был сыновей, и там не остался или нет, по поводу дней как-то не ездят по велосипеде. Это было за П. А если была фамилия, то есть начальник. У меня два вопроса. Первый, есть ли в Москве подобные сообщества? Второй, есть ли какие-то планы на наибольческие праздники? Про сообщество в Москве был слайд, это Night Bike Ride. Ну, я долго искал, там есть, пошел одно, но, во-первых, они ездят нерегулятор, то есть раза два месяца, наверное. И большинство покатушек, но у них почему-то, как я сказал, вторых за город, а во-вторых неожиданной машинки. То есть, так себе. Вот, то есть регулярный пункт, вот, взгляд, в Москве, да и, в общем-то, другие города, например. То есть, такой, собственно, Петербург. То есть, это, конечно, можно объяснить, что Петербург, там, приемки, в Лос-На, как стоит. Там очень приятно ездить на русские дороги. Вот, но, наверное, просто не нашлось критического количества организаций, чтобы сделать в Лос-На. Скажите, планы на ноябрьские праздники есть ли в Лос-На? У меня планов нет. У меня планов нет. В предместе с вами поедешь. А что, если вы ставите общение вне, ну, до пятницы, после пятницы? Фила обучается. В самом деле, в Лос-На в Лос-На очень много других, как-то, районных покатушек. То есть, есть там зоопарк, хитрая команда, очень веселый поселок, это название района. Вот, они катаются во вторник, в среду, в четверг. В субботу. То есть, на самом деле, пин-микс – это, как бы, одно большое сообщество, но в нем многое определение. Поэтому, если хочется сказать, в среду вечера есть проблемы, как-то есть. А ты вот сказал, что ты в Москве искал что-то подобное. А ты не пробовал, это называешь что-то подобное? Еще нет. Это очень плохо пришло. Это мысль. Во-первых. А во-вторых, я в Москве, нежный в Москве, я купил самокат. Вот, это, наверное, единственная покупка в Москве, которые не жалеют. Самокат будет еще круто, и все в цене будут покупать. И я подумал, надо это организовать. Но сейчас уже не пол снег, так что резина свисты. Последний вопрос. Что последний? Ну, два. А, ну давайте два, потому что можно пообщаться, а уж украмить немного эту дефриву. Правильно ли я поняла, что начинающему участнику нужно быть готовым к экстремальным каким-то условиям, потому что там переходы через воду, через какие-то там, не знаю, лестницы, еще что-то. Ну, с успехом это не проблема. Если я с успехом, это пешеход. И тогда отлично успеть иногда не получится. Так что я бы не сказал, что это экстремальные условия, но в воду особо не забудут. То есть цели такой нет, а вы сделать не должны? Нет, это просто как раздавая шанс, 99% на асфальт, и ничего страшного. А вы не думаете пересесть на цикл? Нет, у меня где-то хранится. Что? Что-что? У меня где-то хранится. Мне вопрос. Ну, а имеет разницу какую-то на каком велосипеде ты, потому что есть там сообщество FIX велосипедов, или, например, ты можешь взять на прокат велосипед, есть что-то, и есть какие-то уголки проводятся, или это просто как вайло, куда-то? FIX – это для ребятий, которые отдыхают. То есть скорость там не особо важна, можно приехать на детский велосипед, приезжают на прыжков, прыжков такие, в принципе, на спальнике и колесике. Там вообще на FIX можно любые велосипеды видеть, то есть я взял велосипед, который вот такой высоты, поездил. Ну, велосипед с ним за ноги. Вот, есть велосипед, на которых лежишь там. Ну, в общем, на Кринусе можно любить, сидеть в камере, на чем я захочу. Идем с ограничений, нельзя приезжать на транспортном средстве с моторами, с машинами, с маркетами.